В Российской торгово-промышленной палате состоялась презентация инвестиционного потенциала Курской области. Делегация нашего региона представила вниманию российских и зарубежных инвесторов 10 различных проектов. С репортажем из Москвы Лариса Мироненко. Ряд курских проектов гости увидели в холле Конгресс-центра палаты. Тепличный комбинат в поселке Ворошнев будет производить фермерские, садовые и другие теплицы. Причем вместе с ними покупатель сможет заказать разработку бизнес-плана. В перспективе при комбинате заработает Центр подготовки специалистов по работе в теплицах. Кроме проектов, на выставке куряне представили свои достижения в ключевых отраслях экономики. Меня твердо укрепило в мысли то, что было презентовано, что потенциал еще больше, чем я даже предполагал. Очень много в заделе, потенциал огромный и по направлению сельского хозяйства, и в промышленности, и в инновациях, и в молодежной среде. Я думаю, что у Курска хорошее будущее. На встрече в кабинете Сергея Катырина в частности обсуждалось привлечение инвестиций зарубежных банкиров, которых, отметил вице-президент Палаты Александр Захаров, интересуют вложения в том числе в коммунальную сферу. Это могут быть проекты по водоснабжению, утилизации отходов, энергосбережению. Наши партнеры из Европейского банка готовы приехать и конкретно с руководством Курска, с руководством города Курска обсуждать конкретные проекты. Есть интерес у целого ряда других финансовых институтов. Наша сейчас главная совместная задача – готовить проекты таким образом, что в них можно было инвестировать. Перспективное поле для вложения капитала – сельское хозяйство и переработка. Олег Терпенко, руководитель Алымского и Теткинского сахзаводов, говорит, их мощности уже не хватает для переработки региональных урожаев свеклы. Поэтому в планах построить в Дмитриевском районе на площадке бывшего Дерюбинского сахзавода новое предприятие, которое сможет принимать свеклу также из Орловской и Брянской областей. Другой проект – птицеводческий комплекс в Вершеченском районе – уже близок к завершению. Основной целью проекта является организация производства годовой мощностью 120 тысяч тонн мяса птицы в живом везде. Реализация данного проекта позволяет создать новые рабочие места в сельскохозяйственной зоне, удовлетворить потребности населения птицеводческой продукции, производимой на территории Курской области. Российская торгово-промышленная палата работает с предпринимателями 67 государств. Готовы помочь курянам наладить контакты. Так презентацию нашей области увидели бизнесмены-дипломаты из Германии, Италии, Венгрии, Испании, Китая, Японии и других стран. Это даёт определённый резонанс, ведь многие просто мало знают о том, что такое Курская область и что в ней там тем более происходит. Сегодня они получили исчерпывающую информацию и я надеюсь, что это в любом случае сработает в позитив. Практическая польза встречи станет ощутимой в будущем, заметил глава региона. Уже во время презентации некоторые гости выразили желание лично посетить Курскую область деловым визитом. Лариса Мироненко, Роман Леонов, телеканал СЕИМ.